добрый день сегодня мы с вами начнем нашу вводную лекцию которая открывает курс права и основы профессиональной деятельности и тема лекции звучит следующим образом это здравоохранение в системе государства и права российской федерации то есть целом наш курс будет о том какие основные права и обязанности есть у медицинских работников какие основные права и обязанности есть у пациента ну и в целом мы рассмотрим систему здравоохранения с точки зрения права и так какие же вопросы мы с вами сегодня рассмотрим наши вопросы на лекции и так как вы видите у нас есть 9 вопросов принципе список вопросов довольно обширен но многие вопросы являются краткими и так первый вопрос понятие признаки и функции государства второй механизм государства понятие признаки структуры и так далее 3 понятие признаки права 4 источники медицинского права в российской федерации 5 понятие признаки и структура правовых норм шестое понятие нормативно правых актов действие npa в пространстве во времени и кругу лиц 7 вопрос система здравоохранения российской федерации 8 лицензирование медицинской деятельности и 9 обязательное медицинское страхование в российской федерации ну давайте начнем вопрос номер один что же такое государство какие у него есть признаки и функции значит государство как вы можете видеть это особая публичная организация общества который обладает своей территории с суверенитетом специального аппарата управления и принуждения своей государственной казной ну и понятное дело устанавливает общеобязательные правила поведения то есть право какие же признаки есть у государства снова на этом слайде вы можете видеть все основные признаки государства это публичная власть то есть это та власть которая выделена из общества и не совпадает с населением страны естественно это армия полиция суды исправительные учреждения тюрмы и так далее далее у нас есть система налогов то есть понятное дело что любое государство не может существовать без наличия системы налогов задача которых пополнять государственный бюджет ну и в целом благодаря этому государство может функционировать далее территориальное деление населения то есть государство помимо своей власти и всего остального еще обладает территории ей опять же независимо от территории здесь могут проживать различные национальности различные категории населения и так далее да здесь мы можем вспомнить такое понятие как гражданство да я думаю все знают что если ты гражданин значит и обладаешь связью с этим государством да если ты лицо без гражданства если ты иностранный гражданин то понятное дело ты не обладаешь связью с тем государством на территории которого ты находишься а если ты гражданин то понятное дело эта связь присутствует виде различных прав и обязанностей которые присущи только гражданином дальше понятное дело признаком государства является право без права государство существовать не может да только благодаря праву деятельности государства является легитимной, то есть законной. Функции государства возможны только при наличии права. Далее у нас есть монополия на правотворчество. Что же такое правотворчество? Ну, простым языком, да, это полномочия по изданию законов. Естественно, такие полномочия есть не у каждого даже органа государственной власти, но в целом они присутствуют. Поэтому правотворчество это возможность издавать законы, юридические прецеденты и так далее. То есть в принципе давать оформление всем правилам поведения, юридическое оформление, в первую очередь давать. Дальше здесь у нас есть устойчивые правовые связи с населением, это в принципе я уже говорил, да, это гражданство. Дальше у нас есть суверенитет. Суверенитет это верховенство на всей территории законов государства и независимость государства при использовании его внешней политики. Дальше. Верховенство государственной власти, понятное дело, то есть верховенство закона. Да, если вы знаете, то одним из признаков демократического государства является опять это верховенство закона. Что это означает? Да, то есть важнее закона нет ничего, перед законом все равны. Ну и соответственно, если лицо соблюдает закон, значит оно является законопослушным. Ну и последнее это наличие государственных символов. Это герб, флаг и гимн. Да, то есть последний такой довольно важный признак государства это государственные символы. В принципе, я думаю, да, с признаками плюс-минус все должно быть понятно. Ну и продолжим дальше. Функции государства. Естественно, любое государство помимо своего определения признаков еще и для чего-то существует, то есть выполняет свои функции. Что же такое функции? Определение вы можете видеть, да, это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним целей и задач. То есть те задачи и цели, которые стоят перед государством, то как оно их решает и будет являться функциями. Какие же у нас есть виды функции. Значит, виды функции у нас, как вы заметили, делятся по определенным критериям. Значит, первый критерий в зависимости от продолжительности действия. Они могут быть постоянными и временными. Вы видите разницу, да, чем отличаются постоянные функции от временных. Дальше, в зависимости от принципа разделения властей. Как вы знаете, ну, я думаю, что многие учили это при сдаче ЕГЭ, это три ветви власти, которые у нас присутствуют. Это законодательное, исполнительное и судебное. Соответственно, в зависимости от этого принципа делятся и функции государства. Дальше, следующий критерий, это в зависимости от значения. Они у нас могут быть основными и неосновными. Естественно, основная функция, да, как вы можете видеть, это функция охраны общественного порядка. Да, то есть государство ставит перед собой цель, ключевую, по сути, это охрана общественного порядка, защита прав и свобод человека гражданина и так далее. Далее, следующий критерий у нас, да, в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются. То есть у нас могут быть внутренние и внешние. Ну, я думаю, ключевое отличие понятно. Внутренние, это когда мы говорим о внутренней политике государства, о внутреннем устрое государства и внешнем, когда мы выходим на внешнеполитическую арену и реализуем функции государства в границах мирового сообщества. Так, идем дальше. В принципе, да, первый вопрос мы разобрали, значит, мы рассмотрели, еще раз повторяемся, понятия, признаки и функции государства. Дальше мы переходим к второму вопросу, который звучит как механизм государства. Что же такое механизм? В принципе, если мы отойдем в целом от определения механизма государства, механизм это рычаги влияния, инструмент, благодаря которому государство может достигать поставленных целей. Соответственно, определение следующее, да, вы можете видеть, это механизм государства, это система властных государственных органов, вооруженных сил и других силовых структур, государственных учреждений и предприятий во взаимодействии, которые осуществляют функции государства. Какие же у нас существуют характерные признаки государства? Первый признак это система, в первую очередь. Если мы говорим о государстве, в данном случае, да, вот у нас лекция разбита на таких три подблока, государство, право и отдельные вопросы здравоохранения. То есть, если мы говорим о государстве, то государство невозможно без наличия четкой системы. Естественно, эта система обеспечивается в том числе органами государственной власти, обеспечивается силами государственного принуждения, то есть, если лицо нарушает закон, оно, по идее, должно нести соответствующую ответственность и так далее. Естественно, благодаря этой системе государство может взаимодействовать с обществом и выполнять надлежащим образом свои функции. Следующий признак целостность. Естественно, когда мы говорим о системе, она невозможна без целостности. То есть, когда цели и задачи являются едиными. Следующий признак механизма государства – это государственные органы, которые обладают властными полномочиями. То есть, если мы рассмотрим в разрезе всех органов, то не все органы у нас обладают властными полномочиями. А вот как раз-таки государственные органы, они обладают этими самыми властными полномочиями. Следующий признак – организационная и материальная сила. То есть, в принципе, это те рычаги, с помощью которых государство осуществляет свою власть и достигает конкретных результатов. В принципе, да, по признакам, я думаю, понятно. Дальше у нас есть третий вопрос, но прежде чем мы к нему перейдем, у нас еще есть небольшая структура государственного механизма. Тоже можно для себя выяснить. Значит, структура у нас, как правило, строится на очевидных вещах. Первое – это государственные органы. Да, мы уже о них, в принципе, говорили. То есть, у этих органов есть властные полномочия. Второе – это государственные организации. То есть, опять же, это не органы, но организации, которые созданы государством и действуют в интересах и наделены соответствующими полномочиями. И третья часть структуры государственного механизма – это государственные учреждения. То есть, это те подразделения механизма государства, у которых властных полномочий как таковых нет, но, тем не менее, функции государства не выполняют, допустим, воспитательно-образовательную функцию, культурную, социальную и так далее. Ну, для примера, можем привести библиотека. То есть, властных полномочий у этого учреждения нет, но, тем не менее, оно является государственным и свою задачу оно выполняет. Ну, в данном случае, социальную задачу и воспитательно-образовательную. Я думаю, что второй вопрос мы закрыли. Переходим ко второму блоку, да, о котором я уже говорил, и рассматриваем третий вопрос – это понятия и признаки права. Итак, что же такое право? Это базовое определение. Вообще, всем рекомендую его сразу запомнить, потому что его придется вспоминать очень часто. И если вы его выучите неправильно, либо неполностью, то в дальнейшем могут возникнуть трудности. Поэтому, что же такое право? Право – это система общеобязательных, формально определенных, установленных и санкционированных государством правил поведения, которые регулируют что? Общественные отношения, а что происходит с теми, кто эти правила нарушает, у них возникает юридическая ответственность. В принципе, определение довольно обширное, но каждое словосочетание здесь довольно важно. Какие же признаки права у нас присутствуют? Здесь вы можете видеть их четыре, в принципе, их намного больше, но ключевых я выделяю вот четыре. Первый признак – социальность. Что означает признак права – социальность? Этот признак характеризует классовую функцию. То есть, право направлено на то, чтобы регулировать отношения собственности, другие сферы, которые связаны с социальной жизнью общества. Индивидуальные затраты труда на общественные нужны, рекламентацию каких-то денежных отношений и так далее. То есть, в принципе, все, что имеет отношение к социуму, является областью права. Ну и если мы выходим на признаки, то признак права – первый – это социальность. Признак номер два – это формализм. Что означает признак формализм? Значит, любая правовая норма обязательно должна быть закреплена в письменном виде и в строго определенной процессуальной форме. То есть, в законе, под законом нормативно-правовом акте и так далее. Если эта норма нигде не закреплена, значит, это не право. То есть, здесь мы можем вспомнить нормы морали. Да, мораль, в принципе, нигде не закреплена, поэтому нормой права не является. А все, что закреплено в письменном виде, в строго определенной процессуальной форме, в соответствующих документах, и будет являться правом. Поэтому логичный вопрос, да, если мы что-то утверждаем, а это нигде не указано, не зафиксировано, значит, это не является правом. Он является чем-то другим, доводами, предположениями, домыслами, моралью может, допустим, являться. Но правом являться не может. Следующий признак – это обязательность. Что это означает? Еще раз, да, можем вспомнить нормы морали. Если мы нарушаем нормы морали, то, в принципе, никакой ответственности мы не несем. Мы несем там общественное осуждение, нам могут так вот пальцем помахать и так далее. Ну, со стороны общества, допустим, да, может быть осуждение. Если мы говорим о праве, то, в принципе, здесь к нам может прилететь разного рода юридическая ответственность. Да, начиная там, в принципе, с самой простенькой, да, это дисциплинарной, заканчивая самой тяжкой – это уголовное ответственность. Да, как правило, от слов уголовное, да, многие немножко начинают нервничать. Поэтому, опять же, если мы нарушаем нормы права, то у нас государство, к нам государство начинает применять различные меры государственного принуждения в виде ответственности. Да, штраф, предупреждение, выговор, да, если это дисциплинарная ответственность, материальная ответственность у нас может быть. То есть, в принципе, у нас порядка шести видов юридической ответственности, и один из этих видов государство может применять к тем лицам, который нормы права нарушает. Тоже, думаю, понятно. Следующий признак, наверное, слово будет для многих новое, это неперсонифицированность. То есть здесь мы можем вспомнить слово персона, да, здесь у нас есть неперсонифицированность. Неперсонифицированность означает, что у нас право не имеет конкретного адресата. То есть право, как правило, направлено на круг лиц, не на конкретного субъекта, да, в отдельности, а на круг лиц. То есть мы, допустим, можем взять пример Конституции, Конституции Российской Федерации. Она не направлена конкретно на Иванова, Петрова и Михайлова, допустим. Конституция Российской Федерации у нас, как правило, направлена на граждан и на их лиц, которые находятся на территории Российской Федерации. Да, то есть я думаю, вы поняли. Можно взять для примера федеральный закон о полиции. То есть он имеет отношение и касается только сотрудников полиции. Да, не на каждого, там, допустим, отдельно, старшего лейтенанта, капитана, майора и так далее, а имеет отношение на всех сотрудников данной структуры, ну, то есть полиции. Далее, кроме этих перечисленных признаков, мы еще можем выделять, допустим, процедурность, то есть право, как и государство, должно иметь обязательную систему, ну, в данном случае процедуру, то есть определенная процедура принятия законов, определенная процедура привлечения лица к ответственности и так далее. То есть в хаосе право существовать в данных условиях не может. Но я думаю, в принципе, да, по признакам должно быть понятно. Так, перейдем к следующему вопросу. Четвертый вопрос – это источники российского права в Российской Федерации. Как мы говорили на прошлом третьем вопросе, да, если это зафиксировано в соответствующей форме, в соответствующем нормативно-правовом акте, это является правом. Итак, где же это может быть зафиксировано? В нашем государстве основным источником права выступают нормативно-правовые акты. Да, их мы можете видеть перед собой. Эти нормативно-правовые акты делятся на две основные категории. Естественно, эти категории не хаотичны, да, есть четко иерархия, да, для чего она важна. То есть мы, исходя из этой иерархии, можем понять, какой из законов является более важным, какой менее важным, ну и так далее. В целом, это очень поможет в случае, если эти законы противоречат друг другу. Да, один закон говорит, что это зеленое, второй говорит, что это белое, соответственно, мы должны определиться все-таки, зеленое это или белое. В этом нам поможет знание иерархии, то есть один закон главнее, важнее, второй закон менее важен. Соответственно, выбор очевиден и вывод аналогичен. Что же такое нормативно-правовый акт? Тоже можно, да, задать вопрос логичный. Что же такое нормативно-правовый акт? Это официальный документ, установленный в форме и принятый соответствующим органам в процессуальном порядке. То есть, в принципе, опять же, есть три блока. Официальный документ раз, в соответствующей форме два, и принятый компетентным органом три. Если эти три критерия совпадают, значит, это нормативно-правовый акт. Я думаю, понятно. Ну и, соответственно, опять же, на экране вы можете видеть по порядку принятия иерархической силы нормативно-правовые акты делятся на законы и подзаконные нормативно-правовые акты. Если мы обратим внимание на первую группу законы, то мы, естественно, сразу же узнаем, вспомним и так далее, что основным законом нашего государства и законом обладающей высшей иерархической силой является Конституция. Статья 2 Конституция нам говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. А признание и защита прав и свобод человека и гражданина это прямая обязанность государства. Ну и так далее. Да, если мы вспомним часть 2 статьи 7, у нас тоже есть Российская Федерация, сохраняется труд и здоровье людей. Ну и так далее. Минимальный размер оплаты труда устанавливается. И все остальные вещи. Да, допустим, если мы вспомним какое-нибудь из положения Конституции, которое в отношении имеет к медицинским правам, допустим, часть 2 статьи 21. Запрет на проведение медицинских опытов над человеком без его согласия. Дальше. Статья 24. Сбор, хранение, распространение данных о частной жизни лица без его согласия снова не допускается. И так далее. То есть, в принципе, это блок, да, Конституция, которая называется «Основные права и свободы человека и гражданина». Значит, это первый, да, и самый главный закон в нашем государстве. Дальше мы переходим, да, по иерархии спускаемся вниз. Это федеральные конституционные законы. Значит, федеральные конституционные законы, да, они называются именно «конституционные законы», то есть, они имеют основополагающее значение в нашем государстве. Естественно, статус их идет ниже, чем в Конституции, но тем не менее, особо важные вопросы сферы нашего государства они регулируют. Вы можете видеть, допустим, федеральный конституционный закон о судебной системе Российской Федерации. То есть, закон, который предусматривает, какие суды существуют в нашем государстве, как они делятся, какие полномочия у них присутствуют. Дальше у нас есть федеральный конституционный закон о конституционном суде Российской Федерации. То есть, опять же, мы можем видеть, да, закон регулирует деятельность конституционного суда. В принципе, да, я думаю, тоже уровень закона ясен. Следующая категория законов это отраслевые кодексы и федеральные законы Для примера мы можем здесь видеть, допустим, закон о банках, банковской деятельности, уголовный кодекс, КОАП, то есть кодекс об одноправонарушениях, трудовой, налогов и так далее То есть в принципе это те законы, которые регулируют каждую строго определенную сферу своих отношений Допустим, гражданский кодекс регулирует гражданские отношения, уголовные, уголовные, ну и так далее То есть в принципе любую сферу общественной жизни уже давно регулировали путем принятия соответствующего нормативно-правового акта В данном случае это может быть либо федеральный закон, либо кодекс Кодекс в принципе отличается от федерального закона тем, что он немножко другую структуру имеет и включает в себя несколько федеральных законов То есть по сути это кодифицированный акт, то есть взяли, собрали несколько законов и в один Да, как-то это все систематизировали, кодифицировали и получился у нас соответствующий кодекс Допустим, если мы можем вспомнить про гражданский кодекс Допустим, гражданский кодекс регулирует гражданские правоотношения Опять же вариант договор возмездного оказания услуг Да, если мы говорим про сферу медицины Допустим, для медицинской деятельности В первую очередь нам интересен снова же опять этот договор возмездного оказания услуг Дальше у нас есть обязательства следствия причинения вреда У нас могут быть здесь нормы о страховании Да, то есть у нас есть обязательное медицинское страхование Снова опять это урегулировано нормами гражданского законодательства, в том числе гражданским кодексом Если мы вспомним про уголовный кодекс, то у нас здесь есть Принудительные меры медицинского характера Уголовная ответственность медицинских работников и так далее Если мы вспомним еще про федеральные законы У нас есть основа охраны здоровья граждан в Российской Федерации Да, один из основных актов в системе здравоохранительного законодательства То есть у нас есть и права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья Статус медицинских работников, статус фармацевтических работников и так далее Ну и здесь не стоит забывать о федеральном законе, об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Да, есть у нас еще федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах. То есть, в принципе, это уже такие специфические нормативно-правовые акты. Да, у нас есть кодекс профессиональной этики врача и так далее. Это у нас такая была третья группа законов. Дальше мы можем увидеть, что это законы субъектов РФ. Да, у нас есть закон Республики Крым об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка Республики Крым от 2016 года. Соответственно, вы все знаете, что Россия является федерацией, в которую входит 85 субъектов. Ну, в данном случае речь идет о Республике Крым, в которой мы с вами находимся. Соответственно, закон Республики Крым, допустим, о здравоохранении Республики Крым тоже присутствует. Значит, каждый из субъектов обладает полномочиями по принятию своих нормативно-правовых актов, которые действуют в пределах субъектов. Тоже, я думаю, понятно. Первая группа законов, я думаю, понятно, мы и разживали. Идем ко второй группе законов, ко второй группе нормативно-правовых актов. Это подзаконные нормативно-правовые акты. Как вы можете увидеть, да, они идут ниже законов, соответственно, по своей юридической силе, да, они являются более, ну, так чтобы сказать, слабыми, да, в отношении законов. Итак, какие же подзаконные нормативно-правовые акты мы выделяем? Допустим, первое у нас может быть указы президента. Значит, указ президента, как вариант, да, о предоставлении дополнительной страховой гарантии отдельным категориям медицинских работников. Да, то есть у нас есть подзаконный нормативно-правовакт, который издал президент в виде указа. Следующее у нас может быть постановление правительства, да, мы спускаемся чуть ниже. Иерархия здесь прям очень важна. Да, это постановление правительства. Допустим, постановление правительства о государстве социальной поддержке медицинских и иных работников, медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь, диагностируют коронавирусную инфекцию и так далее. То есть, опять же, нормативно-правовакт, который издан правительством Российской Федерации. Это у нас была вторая категория подзаконных нормативно-правовых актов. Дальше у нас акты федеральных органов исполнительной власти. То есть, министерств, ведомств. Да, у нас, допустим, есть Министерство здравоохранения Российской Федерации. У этого министерства есть полномочия по изданию своих нормативно-правых актов, которые называются, допустим, приказом. Допустим, там есть приказ Министерства здравоохранения об утверждении правил обязательного медицинского страхования от 26.03.2021 года. Соответственно, вот вариант и пример нормативно-правого акта, изданного органом исполнительной власти. Дальше мы спускаемся еще ниже, это акты органов местного самоуправления. Да, здесь у нас тоже могут быть местные органы, которые издают свои нормативно-правовые акты. И спускаемся еще ниже, это международные договоры. Международные договоры и соглашения. Соответственно, если мы начинаем вспоминать про них, то в первую очередь следует привести в пример это всеобщую декларацию прав человека. Поскольку она посвящена правам человека на здоровье и надлежащее медицинское обслуживание. Этот документ является международным соглашением. Ну, в данном случае даже это акт международного права. Учитывая, что Российская Федерация его ратифицировала, то она является одной из сторон данного документа. Дальше мы можем вспомнить основы концепции прав пациента. Да, то есть, опять же, здесь у нас указаны те права и обязанности, которые есть у каждого из пациентов. То есть, у тех лиц, которые обращаются за медицинской помощью в соответствующие учреждения и так далее. То есть, вот, опять же, характеристика международных договоров и соглашений. Здесь мы говорим еще о том, что между Российской Федерацией и иными государственными может быть заключен соответствующий международный договор, касающийся тех или иных вопросов. И этот закон будет являться подзаконно-нормативно-правовым актом и одним из источников российского права в Российской Федерации. Ну, я думаю, с этим вопросом у нас все понятно. Переходим дальше. Вопрос пятый. Понятие, признаки и структура правовых норм. Следует разобраться, что же такое правовая норма. Я думаю, если вы запомнили определение с прошлого вопроса, то на этот момент легко будет ответить. Что же такое правовая норма? Это система общеобязательных, формально определенных правил поведения, которые говорят нам о том, что можно, а что нельзя делать. Ну, либо выражающих суждения о возможном и запрещенном поведении. То есть, в принципе, такие конкретные правила поведения в обществе. Что делать можно, а что делать нельзя. Если мы говорим о мрале, то примерно подобная схема. Единственное, что нормы права, мы вспоминаем, они обязательно закреплены у нас в соответствующих нормативно-правых актах. И из-за их нарушения нам может прилететь разного рода ответственность. Какие же признаки правовой нормы присутствуют? Признак первый – формально определенный характер. То есть, есть соответствующая статья нормативно-правого акта, в котором эта норма зафиксирована. Второе – общеобязательный характер правовой нормы. То есть, как правило, эти нормы обязательны для исполнения для всех без исключения. Ну, речь может пойти об исключении в случае, если нормы права направлены на конкретный, либо узкий круг лиц. Да, естественно, нормы права тогда будут обязательны для исполнения только среди этого круга лиц. Да, на остальных они действие свое не распространяют. Третье – возможность обеспечения государственным принуждением. Об этом мы уже говорили, да, это меры юридической ответственности, которые могут быть применены к нарушителям этой нормы. Четвертый признак – сознательно-волевой характер. Ну, это из категории права сознания, правой культуры. То есть, я знаю, что это делать нельзя, за это может прилететь ответственность, поэтому я этого не делаю. Пятое – ну и представительно-обязательный характер. То есть, одной стороне предоставляет право, на другую возлагает обязанность. То есть, мы можем опять же сказать, что, допустим, если у нас есть должностное лицо, у которого соответствующие полномочия есть, то это еще и говорит о том, что у этого лица присутствуют определенные обязанности. То есть, в случае, при которых эти полномочия можно реализовывать. То это как бы в одном моменте даже это не преимущество, да, а это обязанность. И шестой признак – это общий характер. Распространяется на неопределенное число случаев, ситуаций, действует непрерывно, ну и так далее. Ну и дальше мы можем рассмотреть структуру нормы права. В принципе, любая норма права строится по одной и той же схеме. Вы можете перед собой ее видеть. Это гипотеза, диспозиция и санкция. Если мы переведем на русский язык, вы можете дальше увидеть ниже. Если, то иначе. Что такое гипотеза? Значит, любая правая норма строится на этих трех элементах. Что такое гипотеза? Гипотеза – это конкретные условия, при которых эта правая норма начнет действовать. Да, то есть, есть условия, правая норма начала действовать. Диспозиция. Диспозиция – это сама правая норма. Что это, да, какая это норма? То есть, само понятие, что это за норма. И санкция – это тот случай, когда мы эту норму не исполняем, либо исполняем ненадлежащим образом. Что за это нам будет? Это санкция. Санкция – запрет. Да, если мы говорим в рамках правого поля, то санкция – это наша мера ответственности, наш запрет, различные вещи и так далее. Значит, в принципе, да, структура нормы права строится на трех моментах. Гипотеза, диспозиция и санкции. Допустим, там, чтобы получить право на медицинскую помощь, должно быть первое, второе, третье, допустим, да, должен быть там полис обязательного медицинского страхования, там, и так далее. То есть, опять же, вот вам гипотеза, диспозиция, санкция. Полис, а нет, соответственно, опять же, могут возникнуть трудности при получении медицинской помощи, ну, допустим, там, в плане стационарного обслуживания, там, ну, и так далее. То есть, в принципе, да, я думаю, смысл понятен. Так, идем дальше. Понятие нормативно-правовых актов. В принципе, о том, что такое нормативно-правовый акт, мы уже говорили. Вот, еще раз для себя можно зафиксировать, что же такое нормативно-правовый акт определения. Да, повторяемся еще раз, это официальный документ, установленной формы и принятый соответствующим образом. Да, это может быть, как вы видите, референдум, иная процедура, если мы вспомним, пять стадий принятия нормативно-правового акта любого, да, в Государственной Думе и так далее. То есть, в принципе, способов очень много, да, и все они могут являться законными способами. Есть у нас особенности любого нормативно-правового акта. Их три, если вы видите, да, у нас есть действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. Что это означает? Если мы говорим о том, что нормативно-правовый акт действует во времени, то мы понимаем, когда он вступает в силу, и когда он утрачивает свое действие. На территории, на какой территории он действует, когда он начинает действовать. То есть, это, как правило, может иметь довольно серьезное значение. Почему, да, допустим, принят какой-то нормативный акт, а мы не знаем, действует он уже или нет. А когда он истекает, ну, истекает срок его действия. То есть, мы можем его использовать в своей деятельности, а потом оказывается, что этот нормативно-правовый акт либо уже не действует, либо еще не начинал действовать. Поэтому понимание действия нормативного акта во времени, да, имеет основополагающее значение. Ну и тут еще у нас, да, есть важный нюанс. Закон обратной силы не имеет. То есть, как правило, он распространяется только на те отношения, которые существуют на момент вступления его в законную силу. То есть, на те отношения, которые существовали до вступления его в законную силу, он силы не имеет и не распространяется. Да, я думаю, этот принцип ясен. Дальше у нас есть действие нормативного акта в пространстве. Тоже важный момент. Да, мы говорим о территории. Соответственно, мы говорим о той территории, на которой действует полномочий орган, который издал этот нормативный акт. Вспомним географию, да, территории Российской Федерации, ну и в данном случае любой страны. Это совокупное водное и воздушное пространство. Поэтому, если мы говорим о действии нормативного акта в пространстве, да, то у нас действие не только на сухопутном пространстве, еще и на водном, еще и на воздушном и так далее. Та же на воздушные корабли, которые находятся в полете, да, в нашем воздушном пространстве. Это тоже может иметь своего рода значение. И последнее, это действие нормативного акта по кругу лиц. На территории Российской Федерации нормативные акты действуют в отношении всех граждан. Как я уже говорил, есть без гражданства, общественных организаций и так далее. Но это не говорит о том, что у нас нет нормативных актов, которые распространяются на отдельные категории граждан или должностных лиц. Это могут быть пенсионеры, полицейские, студенты, преподаватели, госслужащие, врачи, судьи, прокуроры и так далее. То есть, в принципе, категории лиц довольно много. И у нас есть специальные законы, которые действуют только в отношении этого определенного круга лиц. Далее. Система здравоохранения Российской Федерации. Снова мы вспоминаем понятие системы. Что же такое система? Система здравоохранения – это совокупность взаимосвязанных мероприятий, которые содействуют укреплению здоровья, проводятся на дому, в учебных заведениях, на рабочих местах, в общинах, в физическом и психосоциальном окружении, а также в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах. В связи с этим в Российской Федерации существует три направления в системе здравоохранения. Это государственная медицина, муниципальная медицина и частная медицина. Что значит государственная медицина? В принципе, да, она наиболее распространена, она финансируется за счет государственного бюджета, пытается многообразить формы своей собственности, создать охрану здоровья надлежащего образа, гарантировать конституционные права граждан на бесплатную медицинскую помощь и так далее. То есть, в принципе, на государственном уровне, да, когда мы обращаемся в государственное медицинское учреждение, мы примерно понимаем, как оно устроено, схему работы и что необходимо для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Дальше. Второе направление, да, это муниципальная система здравоохранения. Значит, у нас существуют муниципальные органы, то есть органы местного уровня, допустим, там город Симферополь, город Армянск, Джинко и так далее. Да, то есть я имею в виду муниципалитеты, в собственности которых находятся лечебно-профилактические, научно-исследовательские учреждения различного рода, фармацевтические организации и так далее. То есть эти учреждения являются юридическими лицами и свою деятельность строят снова на основании действующего законодательства не только федерального уровня, а и действующего законодательства субъекта Российской Федерации, в данном случае субъекта Республики Крым. Муниципальные органы здравоохранения, естественно, несут ответственность за санитарное, допустим, гигиеническое образование населения, за медико-социальную помощь и так далее. То есть понятное дело, что это идет местный уровень системы здравоохранения. И третье направление системы здравоохранения, в настоящее время очень активно развивающейся ввиду ситуации с коронавирусом и так далее, это частная система здравоохранения, либо коммерческая. Ее финансирование построено на самоокупаемости. Мы можем, в принципе, видеть очень много частных медицинских лабораторий, которые берут медицинские анализы. В принципе, они сейчас на каждом углу и так далее. То есть, в принципе, направление широко развивающееся. У нас есть частные медицинские учреждения, в принципе, да, при обращении в которые можно получить медицинскую помощь. Да, единственное, уже у нас здесь не будет действовать система обязательного медицинского страхования. Да, в отдельных случаях не будет действовать у нас бесплатная медицинская помощь и так далее. Но это направление довольно широко распространено и продолжает активно развиваться. Следующий вопрос. Лицензирование медицинской деятельности. Значит, любое лицензирование – это получение соответствующего разрешения. Если мы говорим о лицензировании медицинской деятельности, то это выдача государственного разрешения медицинской организации для того, чтобы эта организация осуществляла определенные виды медицинской деятельности и оказывала услуги. Понятное дело, что лицензирование – это правовая процедура. То есть, эту процедуру могут реализовывать только исполнительные органы государственной власти, которые обладают полномочиями по выдаче соответствующих лицензий тем организациям, которые обращаются за ее получением. Допустим, медицинская деятельность, которая подлежит лицензированию, включает в себя выполнение услуг доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой, санаторно-курортной медицинской помощи. Какая же цель лицензирования? Это защита прав пациента как потребителя. То есть, в данном случае пациент выступает потребителем. В процессе оказания медицинской помощи он должен получить желаемый результат. Ну и дальше вы можете видеть образец, как выглядит лицензия, допустим, и порядок получения лицензии. Значит, для того, чтобы получить лицензии, соискатель лицензии должен направить в установленной форме в лицензирующий орган соответствующие заявления. Естественно, это заявление должно быть подписано руководителем. Да, если это не руководитель, то лицо его замещающее, при, опять же, наличии соответствующей доверенности и так далее. Что в нем должно быть указано в этом заявлении? Да, это полное сокращенное наименование организации, которая желает получить лицензию местонахождения, виды деятельности, данные различные о самом юридическом лице и так далее. Дальше здесь нужно указать фамилии, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, либо наименование юридического лица, если мы говорим об организации, которая желает получить лицензию. Здесь у нас есть ИНН, здесь у нас есть лицензируемый вид деятельности. То есть, исходя из перечня, у нас можно выбрать тот вид деятельности, который мы можем осуществлять. И реквизиты документа, которые подтверждают факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии. Естественно, понятное дело, что для получения лицензии всегда необходимо понести финансовые затраты в виде уплаты государственной пошлины. Ну и понятное дело, что к заявлению соискатель лицензии прикладывает необходимый перечень документов. Это те копии документов, которые подтверждают все указанные факты, копии документов, которые подтверждают факт существования вообще данной организации. И сведения, да, которые подтверждают, что у этого лица есть выданные в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о том, что те здания, сооружения, да, в которых эти услуги будут оказываться, соответствуют санитарным правилам зданий. Ну и если есть медицинское оборудование, понятное дело, есть необходимость в подтверждении документальном, да, о том, что эти медицинские изделия соответствуют всем требованиям, всем государственным стандартам и так далее. Так, далее. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации. Значит, в принципе, система обязательного медицинского страхования у нас регулируется ключевым нормативно-правовым актом. Это ФЗ 10-го года об обязательном медицинском страховании, который начал действовать с 1 января 11-го года. Ну и, понятное дело, у нас в этом федеральном законе есть отдельный блок в статье 16, где указаны права застрахованных лиц. Их вы можете видеть перед собой. Это бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями в случае наступления страхового случая, при том, что здесь у нас есть варианты. Это либо на всей территории РФ в объеме, который установлен программой, либо на территории субъекта, либо в иных случаях предусмотренного закона. Дальше у нас здесь есть выбор страховой медицинской организации. То есть мы можем выбрать страховую медицинскую организацию. Дальше у нас есть возможность заменить страховую медицинскую организацию, в которой гражданин был застрахован. он, опять же, один раз в течение календарного года ее можно изменить. Опять же, в том случае, если мы поменяли место жительства, допустим, либо договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования истек, то есть мы, в принципе, можем обратиться в иную медицинскую организацию и получить соответствующие документы. Дальше у нас здесь есть выбор медицинской организации из тех медицинских организаций, которые участвуют в реализации программы обязательного медицинского страхования. Здесь у нас есть выбор врача путем подачи лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. Здесь у нас есть получение от территориального фонда достоверной информации о тех видах и качестве услуг, которые оказываются в данном случае у медицинской помощи. Дальше мы здесь имеем право на получение и защиту персональных данных. Это тоже может быть важно, поскольку у нас есть отдельный закон о защите персональных данных, и гражданину может быть довольно интересно, как эти данные хранятся, для чего они собираются, в каком виде они хранятся, на какой срок они хранятся и так далее. То есть, в принципе, это может иметь довольно важное значение. Дальше у нас есть возмещение страховой медицинской организации ущерба, который был причинен в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением ей обязанностей в процессе оказания медицинской помощи. Опять же, все это должно строиться на законодательстве Российской Федерации. И последнее, да, это защита права и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования. В целом, это весь перечень прав тех лиц, которые застрахованы. Есть права, а есть и обязанности. Какие же обязанности есть у застрахованных лиц? Застрахованные лица, в первую очередь, обязаны предъявить поиск обязательного медицинского страхования в случае, если они обращаются за медицинской помощью, за исключением в случае указания экстренной медицинской помощи. Понятно. Второе. Подать страховую медицинскую организацию лично и через своего представителя заявление о выборе страховой медицинской организации. Опять же, руководствуясь правилами обязательного медицинского страхования. Третье. Они должны уведомить страховую медицинскую организацию в случае изменения своих персональных данных, а конкретно фамилии, имя, отчество, место жительства, в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. Четвертая обязанность – да, осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного месяца. Тоже, думаю, в принципе, да, суть понятна. В целом, мы с вами рассмотрели сегодня довольно обширную тему. У нас было 9 вопросов, разделенных на 3 блока. Первый блок касался вопросов, посвященных государству, его признакам, функциям и так далее. Второй блок вопросов касался понятию права, его признакам, нормативно-правым актам и так далее. И третий блок вопросов затрагивал вопросы системы здравоохранения, лицензирования и обязательного медицинского страхования. Таким образом, мы с вами завершили первую лекцию, которая звучала как «Здравоохранение в системе государства и права Российской Федерации». Всем спасибо за внимание. Встретимся на следующих лекциях.